Если вы считаете, что вам оказывают некачественные услуги водоснабжения, то можно провести независимую экспертизу, как в том числе сделали жители Турлатова, обращаясь за своей защитой в Рязанский районный суд, который вынес решение о взыскании компенсации за причиненных нравственных и физических страданий в результате поставки некачественной опасной воды. Жители Советского и Октябрьского районов просто не успели провести экспертизу воды. С вечера понедельника и до утра сегодняшнего дня люди буквально боялись подходить к раковинам. Запах от воды из-под крана шел такой, что руки было страшно мыть, не то что еду на ней приготовить или чай вскипятить. Вода стала странной, она стала пахнуть очень неприятно и даже это тогда не останавливало. Ну вот в смысле только не помылась. Ну там руки помыла, в общем особо даже не подумала. С утра на следующий день при закрытых окнах пластиковых включаешь воду в ванной, например, да или на кухне, помещение запахом наполняется, очень неприятным. Вот честно говоря, каждый говорил по-своему. Я училась на санфаке в Рязанском меде, поэтому я понимаю, что это гипохлорид был, которым у нас обрабатывают воду и еще второй запах. Ну честно говоря, больше напоминающий канализацию. Поступило очень много обращений жителей города Рязани на недоброкачественную воду, в частности на наличие постороннего запаха. Управление Роспотребнадзора дало поручение ФУБУЗа Центра гигиены и эпидемиологии об отборе проб воды, активной воды в мониторинговых точках. В то же время муниципальному предприятию водоканал города Рязани было предложено ввести усиленный режим по контролю за качеством и безопасностью воды. Все эти мероприятия выполнены. Пробы воды на формальдегид, фенольный индекс, йод, нитраты, нитриты, аммиак и так далее. Водоканал исследовал даже не токсичные вещества, как кадры, свинец, ну и так далее. Никель, вот сульфаты, хлориды, четыреххлористый углерод, хлороформ. Ну, превышений по этим веществам ни в той, ни в другой лаборатории не выявлено. Каких-то конкретных результатов, объясняющих причины столь неприятного запаха питьевой воды, пока нет. Зато теории выдвигаются как народом, так и специалистами самые разные. То водоросли с химикатами в реакцию вступили, то выброс какой-то от травы в реку произошел, а то и совсем мифические догадки выдвигаются. Мол, это в ходе заговора Всемирного враги злую бактерию в воду запустили. Хотя официальных известий об отравлении граждан не поступало. Уточним, официальных. Анализ, который требовал подготовки и требовал времени, это микробиологический анализ, который был взят вчера. И данные лабораторных исследований, окончательные, были только сняты сегодня утром. Поэтому полный анализ был, безусловно, готов утром. Но уже вчера сказали, что вода безопасна, и поэтому употреблять в пищу ее можно. Сейчас запах практически пропал. И все же посоветуем рязанцам воду перед употреблением прокипятить. Пить ее из-под крана себе дороже. Впрочем, как и всегда.